Привет, с вами Кузнецов. Это легендарное возвращение, легендарные передачи. Мы были на зимних каникулах, которые продлились, соответственно, до лета. У меня выросли за это время усы, но мы, если кто-то вдруг переживал, что мы пропали, мы все тут же. Всем привет, поехали, что в рюкзаке. Итак, мы немножечко решили развиваться. Решили, что сидеть дома в классных синих стенах, это, конечно, очень хорошо, но надо выбираться. Мы вышли из комнаты, но я считаю, что это не было ошибкой, как считает, например, некто Бродский. Где мы? Гончарная школа Колокол. Год уже я здесь сижу и делаю айдентику сайта, всю, короче, хурму. У нас это, дай бог, получается. Уже дропнули, там были проблемы с сайтом. Вы можете уже, наверное, посмотреть на момент выхода передачи. Врн.колокол.скул. Это желтый зал, здесь люди лепят из глины, работают за гончарными кругами. Постеры мои. Вот. Что в рюкзаке? За это время что-то новое попало ко мне в рюкзак, но бывает что-то новое, что-то вечное. То, что любовь в сердечке, она остается любовью в сердечке. Свежая пресса у меня тут попала в рюкзак. Вообще, считаю, что журнал «Словая» это очень хороший журнал и вообще Соня молодец. То есть, ну, про... Ну, это очень такая реальная любовь к городу, и я тоже люблю свой город. И, ну, типа, я всегда прессу свежую смотрю, когда она где-то появляется в разных местах, в том числе в гончарной школе «Колокол». Цурюпы 3-4, кстати. Вообще, я не понимаю. То есть, улица Цурюпы, она говорится как Цурюпы, но пишется она как Тюрупы. Никто не знает, в чем все говорят. Если вы вдруг знаете, напишите в комментарии, пожалуйста. Я, блядь, эту загадку не могу разгадать. Матом ругнулся. Мама смотрит мою передачу. Говорит, не ругайся матом, плохо. Мама, прости, пожалуйста. Я тебя очень люблю и с прошедшим тебе юбилеем. Привет тебе. Остин Клюон, кради как художник. Если вы смотрели ранее мою передачу, вы знаете, что в рюкзаке всегда книга и всякая хрената. Короче, фигня в чем? Я недавно у типа видел пост про то, что он прочел за май типа 14 книг. Я такой, братан, как ты это делаешь? Я, к сожалению, пока не могу нормально начать читать. И даже вот эту книгу. Я решил читать книгу месяц. Я решил схитрить. Я взял эту книгу почитать. Эта книга в один присест читается за час. Я ее, блядь, до сих пор не прочел. Но я обязательно доделаю. Взял ее в библиотеке колокол. Вот принес вернуть. Потому что думаю, ну все равно я дома ее не успею читать. Тут почитаю. Короче, если кратко о чем она. Она такая больше вдохновляющая история про то, что ничего нового в принципе уже нет. И все там великие и гениальные. Они в принципе что-то у кого-то крадут. Способ мышления и тому подобные вещи. Ну то есть, как пример, вот Леброн, по-моему, там приводился пример. То есть он очень фанатеал от нескольких типов в баскете и просто смотрел их. И попытался копировать их движения. Но за счет того, что у него была другая комплекция, они получались у него типа другие. И уже были его фирменными. Вот. Поэтому я хотел какую-нибудь цитатку, конечно, привести. Как обычно это делается, когда презентуется некоторая книга. Например, вот эту. «Лучше взять то, что вам не принадлежит, чем оставить эту валяцию безо всякой пользы». Некто Марк Твен писатель это сказал однажды. Вот. Так что, ну типа рекомендую. И вообще наша передача, она как появилась, я тоже крал как художник. Я посмотрел «Вдудь», я посмотрел «Big Russian Ball Show», я посмотрел «Порфенон». Все. Вот вам что в рюкзаке, пожалуйста, получилось. Что-то есть в рюкзаке? Я просто забыл. А, у меня появился «Вдудь». Ха. Надо попасться. Конечно, не Банакова его оплатила, но классный. Он, короче, вот так умеет делать. Это типа такая большая игрушка. Но пока фу-тьфу не жалуюсь, я его, наверное, поставлю. Может, даже что-то там будем зырить потом с гостем, с гостей. Не знаю. Так, что еще хотел сказать. Пока меня не было, пока нас не было на Ютубе, на Ютуб залез другой дизайнер, некто Артемий Лебедев. И я решил красить как художник и тоже обсуждать некоторое количество новостей в своей передаче. Нападало тут на хонор. Короче, есть две новости, пацаны. Ребятки, девчонки, все смотрят меня. Спасибо, 40 подписчиков. Люблю вас. Это самое. Лучшие. У меня 40 подписчиков, но они лучшие. Есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Из разных сфер, но все-таки. Первое. Начнем с плохой. 6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследования издания «Медуза» Иван Булунов. Ну, если вкратце, эту ситуацию я очень неплохо в Твиттере описал некто Юрий Дудь. Его пост в Твиттере. Сегодня находишь 9 пентхаусов у родственников вице-мэра Москвы, завтра у тебя находят наркоту. Ну, ситуация так себе. Свободу Ивану Гулунову. Хэштег сейчас всюду и везде. И очень, кстати, меня радует, что реально я захожу в ленту новостей, и мне всюду Иван Гулунов. Это радует. То, что происходит с Иваном Гулуновым, не очень радует. Надеюсь, что все закончится хорошо. Свободу Ивану Гулунову. Хорошая новость из мира музыки. Я, короче, работал в четверг. Сейчас ночью я сижу, работаю. Наперекур я на ZEFLOW. Увидел, что вышел альбом у некого Салуки, про которого я только очень краем уха слышал. Я включил этот альбом, я вот только что его выключил. Это очень охуяно. Вот трилли. Это, короче, очень крутой альбом. Послушайте его. Я считаю, что надо послушать целиком и понять, что это охуенный альбом. Либо понять, что он не очень и продолжает слушать Стаса Костюшкина. Решать вам. Вот такие дела. Ну что, я, в общем-то, хотел вкратце тут пройтись, поговорить. Вроде все рассказал. Я не очень-то много у меня в рюкзаке. Тут мышка еще от ноутбука. HP, кстати, очень крутой. Ну, типа, не знаю, реально, он более-менее бюджетный. Можно взять такой же заряженный с i7 вообще. Ну, он будет стоить, как Mac Pro, но это будет круче, чем Mac Pro, я считаю. Мне... Я ничего не имею против Apple, но, типа, как-то я не по Apple. Вообще, а Honor, я считаю, это вообще лучший телефон в истории, блядь, телефонов. И наряду с Bonaco это. Спасибо, что придумали Honor и Bonaco. И, короче, то, что они сейчас что-то Huawei перестали общаться с Google, это, ну, наверное, не очень хорошо, но я думаю, все получится. Я не знаю, что они, наверное, новые OS придумают. Не знаешь, что еще дальше будет, Саня? Саня, классный. Они по-любому сделают свой каш. Да, ну вот я тоже так думаю. У них есть, потому что они теперь максимально... Ну, это логичное действие. Ну, зайди хоть покажи, что ли, я не знаю. Не хочу. Стесняется. Саня, классный. А он сказал, я, говорит, хочу магазин с бабушкиными халатами и ничего не делать, сидеть с семьей. Классный Саня у нас человек. Короче, что, пришла гостья. Она, наверное, еще физически не в здании, но думаю, подъезжает. Поэтому мы, я надеюсь, что возможности видеомонтажа за этот период не изменились. Попробуем, попробуем. Очень хорошо, что за время, пока мы не выходили, возможности видеомонтажа не изменились. Арина Гончар, привет. Привет, Манюк. Спасибо, что пришла в гости, во-первых. Но по факту я в гости пришел к вам в школу, ну, типа, акустин. Короче, типа она у нее в гостях, но при этом у нее в гостях. Я, в первую очередь, буду говорить по-эстански. Слушай, ну, я хотел бы тебя поздравить с наступающим праздником, потому что 14-го... в июне международный день блогера. Так что я тебя поздравляю, я принес тебе подарок. Еще один? Это просто кофе. Арина сказала, что кофе вкусный, ну, типа из брюгера. Брюгер вообще классный. Лучшая кофейня нашего города. Лучшая кофейня нашего города на пивной стороне брюгер. Класс! Знаю твою любовь к горчичному, я люблю твои горчичные. А, так ты специально сегодня? Я готовился чуть-чуть. Как приятно. Спасибо большое за ним. Да вот, кушайте. Я помню его. Слушай, Арина Гончарова, есть некоторое количество вопросиков к вам. Я буду их немножечко задавать. Я думала, вопросик один. Что, рюкзака? Это же рюкзака. Арина Гончарова, я пойду в передачу, что вы рюкзаке, вы рюкзака. Ха! Слушай, ну ты сумка, что в сумке вообще, в общем-то, таскаешь? Ну, много чего. Именно поэтому у меня сумка, а не рюкзак, потому что... Типа, у меня была рюкзака большая? Ну, типа, да. Типа, у меня нет просто рюкзака большого. Вот. А у меня тут куча барахлишка. Слышишь, Ярослав? Женя, рюкзак купи. Все приходится самой, все самой. Ярослав, я забываю, какой ты, Ярослав? Ярик. А, ну что-то там, короче, наявишь. Я вообще его хотел, вроде как, позвать в гости, но у меня так его в жизни много, что лучше не надо. А мы с тобой редко общаемся, вот как пообщаемся. Ну, да. Итак, поехали. Я не готовилась. Я прям взяла... Ну ладно, все, что мы начали готовиться. Я не... Я все-таки готовилась. Не старалась сделать свою сумку более интересной, чем она есть. Угу. Поэтому все по чесноку. Прям вот вплоть до самого мусора. И... Ого, сколько у меня там мусора. В общем, вот так вот это выглядит изнутри. Бородачина полнейшая. Начну с самого скучного. Первое, что у меня есть, это контейнер с едой. О, это классик щит. Я сегодня не взял, я сегодня торопился. Потому что я человек-контейнер. Причем, не только мой контейнер. Ого, два контейнера. Но и человека на букву Я. Который не может купить рюкзак жене. Нет, на самом деле это мой осознанный выбор. Лениная сумочка. Это респект. Ё. Да. Далее, у меня вообще... Ай, блин, с пластиковой бутылки воду пью. Ай, какой плохой. Еще, еще ты мне принес стакан с пластиковой крышечкой. Ооо. Это нарушает всю мою вообще экоидиллию. Ну ничего. Я еще угорчился тут, хрен по-моему, ничего. Ну, хотя стекло, в принципе. Ладно. У меня еще есть свой эко-стаканчик. Респект. Не очень красивый, на тему меня. Ну, нормальный. Типа. Так, у меня еще есть эко-мешочки. Я просто... Ну ты, короче, эко-стаканчик. Я просто в ударе. Эко. В эко-ударе сейчас. В общем, это такие мешочки, куда можно... Похоже на эту, как университ, обычно такая хрената. На фату. На фату. Ну, в общем-то, практически. У меня фаты не было, хоть мешочки есть. С ними можно ходить в магазин, складывать в них овощи, ну, типа, чтобы не брать пакеты и все такое. Ну, я понял. А можно туда и обед сложить, в общем-то. Мне очень удобно, но экологично. Так. Ну, блокнот. Блокнот, можем блокнот. О, Холман, йоу, рэп. Смотри, что, у меня такой же, только побольше. Я, короче, вообще нигде их брать. Я не могу найти большой теперь. Я брал гометаля. В Читай-городе. Есть? Да. Я поехал в Читай-город. Снимем завтра. До свидания. До свидания. Класс, все. Это наводочка прилетела, путевая. Так. Далее. Но, что показывать в нем, я не буду, там уродство. Там, не знаю. Также у меня есть напечатанная кружка на 3D-принтере. Я не знаю, зачем я ее уже неделю с собой ношу. Просто она у меня валяется, и мне жалко ее куда-то выбросить. Это первая кружка, которую мы напечатали для нашей будущей студии росписи. Плавно подводим. Ну, можно про это, это особо. Не хочешь? Не, ну, можно, конечно. Ну, чуток. Ну, и у меня есть просто еще маленькая сумка. А, сумка-сумка. Ну, там всякое. Вставляю рюкзак в рюкзак. На самом деле, это продуманство. Типа, если мне надо, вдруг, я оставляю большую сумку в машине, беру с собой маленькую, и иду с ней. Там у меня плохой вход. Вот, там у меня всякий паспорт, ключи. Ой, у меня для этого есть чудо-сумка от Галерея Чижова. Это историческая. Я про нее рассказывал, вот такая. Я нарисовал Путина лет в десять, и мне ее подарил Чижов. Ну, не лично, я какую-то тетку прислал. А я исполнялся. Слушай, ну, он тебе прям уже винтажный куда-то посмотреть. Она вообще тут... Ну, смерть, смерть. Просто... А я, короче, не знаю, где купить что-то аналогичное, поэтому хожу с этой до сих пор. Так, класс. Ну, и телефон, конечно. Я же блогер. А, ну, ты же блогер. Конечно, телефон. Все. Слушай, ну, про это вообще надо, короче, выяснить. Я, смотри, я вроде к тебе что-то готовился, потом залез к тебе в Инстаграм и понял, что, в общем-то, ты более-менее про некоторые вопросы, которые я хотел задать. Я уже что-то писала, но давай просто еще раз проговорим. Давай. Смотри. Арина Гончар, у тебя ЛТЕ сраный. Не, в смысле, у тебя-то нормально, все у меня. 87,2000 подписчиков. Для города Воронеж, в общем-то, это, наверное, более-менее дохренище, потому что у меня 467 подписчиков. После ролика со мной станет еще меньше. Еще, да, отпишется, Санек, скажет. Я отруба шатала. Как так получилось, что у Арины Гончар 86,2000 человек? Слушай, ну, я, конечно... Это максимум в Воронеже, насколько я слыхал? Да, нет, нет. Но есть больше? Есть, у нас и есть блогер-миллионник из Воронежа. Хуй с... Да, барышня Алина ее зовут. Ну, она такая, типа, молодец. Вот. Я не знаю, на самом деле, мне кажется, есть больше. Я, конечно, могла бы... Ну, в любом случае, это до хрена. Я, конечно, могла бы рассказать... Это, может, меньше, чем ты хотела бы, допустим, но это, в общем-то, хорошо. Ну, нормально. У меня тут 47 минут на Ютубе 40 человек, у лучших в мире человек смотрят нас сейчас. Привет. Всех люблю. Будет еще меньше. Будет 20, скорее всего. Саня еще и там пишет. Ну что, я вообще, конечно, могла бы сказать, что они все сами ко мне пришли, потому что я такая интересная, но нет. Я занимаюсь продвижением своей страницы. Что это входит? Я... Ну, до недавнего времени я использовала все возможные способы бесплатного продвижения, то есть... Масс фоллоуинг? Нет, масс фоллоуинг нет, никогда. Ни масс фоллоуинг, ни масс лайкинг нет. Но я делала взаимо-репосты, ну, типа взаимо-рекомендации, делала СФС, в котором даже ты участвовал. И не выиграл ни хрена. Как это? Ой, или... А, мальчик! Кого я выиграл? Ты никого не выиграл, но я про тебя рассказала. А, да. Совестный. Вот так вот рассказывай. Я неправильно тебя понял, извини. Нет, это спасибо, да. Я неправильно понял. Дальше. Что еще делала? Туповат. Делала розыгрыши своей посудки. Участвовала в различных, тоже совместных, движухах с другими блогерами. Движухи, это классно. Да. У нас же сейчас тоже движуха, считай. Да. С блогерами. Ладно, Санек, я еще сделаю из тебя человека. Короче... Алина Гончаря, делай людей из людей. Новый, мне кажется, постер сюда просится. Ну, короче, недавно я начала прямо вкладывать деньги. Угу. Вот, которые зарабатывают с посудой своей. Ну, по возможности. Ну, некоторую сумму тебе Ярослав дал на это, но ты, я так понял, не решила ее использовать. Нет, я ее использую. Сумма инстаграм? Ну, да. Ну, скажешь, сколько? Сто тысяч. Сто тысяч. Да. Ну, это привело ко мне, наверное, десять тысяч подписчиков. Угу. Ну, они более-менее, ну, живые. Ну, да, да, конечно. Не арабы. Я никогда не покупала, не накручивала, ничего такого. Арабов нет. То есть только в честное продвижение, рекламу, там и так далее. Когда занимался блоксмити, я накрутился в арабов, что я сомнительная хрена. Сколько это? Четыреста человек или сколько? Ну, типа да. Ну, я понял, что это, ну, не надо так делать. Не надо. Инстаграм за это. Да, да, не надо. Слушай, а вот этот сейчас масс-лукинг, короче, в топе, это, по-моему, полная дичь. Ты к этому как еще относишься? Это что такое? Короче, фишка. Не слышал про... Короче, фишка в том, у меня сториз раньше смотрели примерно человек 100-150, сейчас это 554. Типа, как это работает? Типа, я должен зайти, посмотреть, кто меня смотрел, вроде как заинтересоваться, перейти и типа это самое. Это типа аналог маск-лайкинга? Да, ну, это полная дичь, но этим пользуется, вот, у меня просматривал Текила, ну, типа какой-то певец, миллион, 1,3 миллиона подписчиков, вот он типа просматривал мои сториз, такую херню Айзи занималась, типа, ну, то есть, более-менее, там, люди с миллион плюс тоже, ну, это, по-моему, полная дичь, я не знаю, как это работает, но вот. Слушай, ну, вообще прикольно, но я... Ну, я не верю, что это... Не знаю, что это дает. Я не подпишусь на, допустим, сейчас прорекламируем какую-нибудь хреноту, я не подпишусь на... на лу, который написал, что он охуевший смм-щик. Можно запикать его имя, потому что на хрен ему рекламу делать. Вот. Но он думает, что я зайду вот так, такой, как классно, и подпишусь. Ну, а, в общем-то, с масс-лайкингом такая же история, но, тем не менее, какое-то время назад это был рабочий инструмент. Ну, наверное. Ну, в общем, сейчас это типа в тренде, так что, если ты это самое... Спасибо за идейку. Так. Кружка на пред... Предобрать. Матом нельзя ругаться преддаме, тем более. Преддеть. Уже выяснили. Саня, открой уже. Это самое. Саньку 14. Странно. А сыну, скажем, тоже 14. Это не странно, если мне кажется. Вот я же... А, у тебя дочь, извини, я. Ну, сыну может быть. Ну, сыну может быть. Ты чем занимался-то вообще в молодости, Бен, ты знаешь, пока видео не стал снимать. Нахрена тебе кружку на телепринтере? Ну, смотри, концепция такова. Давай немножко про студию, можно? Чуть-чуть. Да, да. Мы открываем студию росписи, и там должно быть очень-очень много посуды разной. Которую люди будут приходить и расписывать. Логично. Вот. Но, конечно, мы не будем печатать посуду на 3D-принтере для этой студии. Мы будем печатать модели, из которых впоследствии будут создаваться гипсовые молды, впоследствии, которые будут заливаться жидкой глиной и будет получаться посуда. Ну, типа, более-менее вот такая кружка, только без вот этой штуки и просто, типа, белая. Белее, чем даже вот эта. Ну, да. Скорее всего, МКФ. Я знаю слова, просто говорю, но вроде как длинно связан. МКФ 2. Да, да, примерно так. Класс. И можно нарисовать Стаса Костюшкина, если я люблю Стаса Костюшкина. Можно. Можно нарисовать что угодно. Даже неприличные слова можно писать. Ого. Это ты любишь. Можно их запикивать даже. Как? Ну, типа, писать. Классно. Слушай, смотри, а можно называть название студии? Нет. Мы не будем называть название. Но, смотри, какой вопрос. Меня что интересует? Типа, дизайн меня интересует, в общем-то. Кто нам его делает? Я, допустим, знаю, кто нам его делает. Но, как получилось? Вы хотели заказать дизайн одному дизайнеру, потом перехотели. Он жукин! Ты жукин ты! Шел бы, ты говоришь, в жопу дизайнер. Мы пойдем к крутым дизайнерам. Пошли они, короче, вот, вы пошли к крутым дизайнерам, с чем вы столкнулись. Просто потом вы пошли, с ценой, походили и вернулись к какому-то дизайнеру, которого сперва поставили в жопу. А, с ценой. Да. Но вы же ничего не подписывали, можно озвучивать, да? Да, конечно, конечно. Ну, давай озвучим. Ну, хороший дизайн, хорошая студия с крутыми дизайнерами стоит от 400 тысяч. Ну, 450 я знаю в студии одного подписывала. Более-менее лучшая студия в мире по версии одной из изданий. Мы не будем называть названия, но они на дикстетчиков находятся. На дикстетчиков? Ну, если я знаю, парадный, Red Color, да. Молодые. Это крутые ребята мне в респектусике. Да, они назвали цену 450. Угу. Вот, ну, мы, конечно, пока ребята маленькие, скромненькие, мы пока такое не потянем. Хотя, хотелось бы, конечно. и Вовлю Фанова еще писали в Супрематику, да? Да. Но он побольше, да? Да, они сказали от 500. Ну, я говорил 700-800, нет? Нет, 500 сказали. По-моему, 500. это, ну, нормально. Вот, поэтому пришлось, конечно, довольствоваться тем, что есть. Класс. Ну, это неплохо. Слушай, нет, я к чему этот вопрос, чтобы люди вообще понимали, что происходит, потому что я, слава богу, уже более-менее выбрался из жопы, чуть-чуть выглянуть из нее, но просто, когда я был совсем в жопе, я тусовался на Уоргзиле, это страшно. Ты захочешь на Уоргзиле, это страшно. Люди хотят от тебя за 300 рублей просто вообще все. И когда ты, короче, ладно. Это ты вот последний год тоже был на Уоргзиле? Не, ну, я уже тьфу-тьфу, года три, наверное, там, выбрался. просто, я уже, я уже, фу-тьфу-тьфу, год, где-то год, я вообще не ищу заказы. Они сами меня находят. А где ты работаешь в последний год? Колоколь-сколь! Я уже, говорил чуть-чуть. Ну, потому что надо было объяснить, почему мы не у меня дома, а тут. А когда ты это делал? Когда меня не было? Пока тебя не было. У нас же, как концепция передачи, я бубню на камеру 10 минут, а потом 20 минут бубню на камеру при госте. Подписывайтесь чуть-чуть. Не, не заходите, как вы примите решение сами? Слушай, класс, ладно, тогда про студию мы особо не будем, но как дела вообще идут на данном моменте? Сложно. Сложно охватить все, сложно строить одновременно производство и проектировать студию, и формировать концепцию, потому что от нее зависит дальнейшее действие кучи людей, вот, и нужно не облажаться вот сейчас. Блин, ты еще с Яриком живешь, тебе очень сложно. Мне очень сложно. Но я не жрусь. позитивно вообще вот там интерьер, дизайн, граффит, вообще там движухи с вот этой киноковой там. Движение есть, оно идет медленно, но идет. Вот. На самом деле мы, конечно, про Ярика там шутим-шутим, но он красавчик, он это все держит под контролем, все вообще. Нет, я его могу шутить за изнеможение, но очень уважаю, конечно, он крутой, дядька. с бородка такой. Ну вот он. Саня, даже у меня такой заставки нет. Кто тебя любит, гончар, подумай в это. Так, смотри, раз мы зашли за гончара, у меня есть, короче, вопрос, который меня не то чтобы прям тревожит, но мне немножко было непонятно. Смотри, когда у Ярика была Дэн Рожги, мы тут даже тут сидели, обсуждали, как поздравляют вечеринку в стиле Фредди Меркл и ты такая типа предложила, а давайте стриптизершу пригласим. Правда? Такое было? Да. И вы даже там, Боря, по-моему, заморачивалась и искала, в итоге что-то то ли по бюджету, а мне, короче, непонятно, то есть вот моя жена наверное была против, я тебе больше скажу, я бы был против, но я вот такой, вот я вот моногамный это называю. Воронич, моногамный. Ну все правильно, блогер, моногамный. Ну, как так, мне непонятно, объясню, почему. Ну, слушай, я тебе скажу вот, что, Ярик, насколько мне известно, тоже моногамный и прям вот моногамный-моногамный и я воспринимаю стриптизершу не как женщину, но это как искусство, я не знаю, это как пригласить танцора или как пригласить фокусника. То есть я отношусь к этому примерно так, мы даже с ним хотели вместе в стрип-бар сходить и я не помню, почему мы не пошли, мы просто не получилось. У меня пошли брат с женой, вот, были в полнейшем восторге, вот, и вот мы хотели сходить с ними, но просто пока не сложилось, я думаю, у нас впереди этот опыт. Ну, ваша позиция сна, они были мне понятны, и были мне адекватные, я вас понимаю. Бля, Блиц! Бля, Блиц! Это я не матом ругаюсь, а Бля, это аббревиатура быстро, легко, ярко. А, придумали! А вот, кстати, про горчицу мне любовь подсказалась от лица, так что это не моя задумка. Неплохо, неплохо. Бля, Блиц! заключается в том, что просто 5 вопросов коротких выбрать, что-то одно. Там не будет ничего про Бога или Путина? Про Путина не хочется вообще говорить в принципе. Лайки или репосты? Репосты. Свет или свят? Свет. Друзья или Игра Престолов? О, Боже! Это очень сложный вопрос, но друзья. Экспиллярмус или Авокадо Кедавра? Экспиллярмус. Новая Зеландия или ВерхнийМамон? ВерхнийМамон! 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 Редвигаем ВерхнийМамон! Експиллярмус ВерхнийМамон GreatErain. Карло Маркса Стрит. Как там еще? Ну, если вспомнишь, напиши в комментариях. М началом. Малманхэттен! Иоو! Малманхэттен! действие кстати как вам дизайн идентика школа колокол арена очень нравится горжусь любуюсь это хорошо в общем то мне кажется еще тысяч слушать это написал вконтакте не ну это я спрашиваю сейчас ты не обязанность мужскую авокадору забирать передачи или не надо сушим не кажется нету очень здесь не посмотрю желать есть желать будете выигрывать минуты просто если не против не не про меня далеко короче вы знаете мы фотку ставим или там найдете желудь что нужно делать как в инстаграме обычно раздавай как в инстаграме разыграем слушай есть несколько путей ну давай какой-нибудь но давай так нужно подписаться на меня и на тебя допустим будет у меня три подписчика побольше и в инстаграме в инстаграме и какой-нибудь может скрин с передачи и отметка или это слишком сложно но сложновато конечно выпускает давай а зачем делать легко желудь это между прочим очень круто но желтую то что круто то чтобы можно фотку с передачи до или видео или видео метку stories и хочу желудь и хочу желудь и отметить нас с тобой или как ну да это слишком сложно но будет конечно поменьше трех участников я думаю будет примерно 2 но зато они больше заслужу желудь я согласна вот все условия еще вверх на пропишу продублирую куда-нибудь если там потом когда через двадцать восемь блять недели саша доделать монтаж этой передачи ну и давай конечно же я запишу stories я же блогер прямо во время передачи да охренеть во время передачи stories пишется я не знаю так вообще кто-то делает это не нам кто-то мы вот они тут сами творим историю короче и я сейчас популярнейшей передачи вместе с сани кузнецовым что рюкзаке что что в рюкзаке и все по серьезному камера саня ну все в общем то на этом пожалуй спасибо тебе еще раз дай пять большое за то что согласилась поучаствовать мы запустили новый сезон дальше вообще будем рвать метать не буду говорить что следующий год потому что мы до конца договорились но мы скорее всего будем в другом месте в каком подписывайтесь и следите пожалуйста если интересно спасибо вам пока пока